Дорогое собрание, братья, сёстры, дети, гости, я рад приветствовать вас всех пасхальным радостным приветствием. Христос воскрес! Мы и Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Это весь звучит на просторах всей планеты. Ни варварство, ни прогресс не могли заглушить эту песнь «Христос воскрес!». И вот, дорогие друзья, я живу на Дальнем Востоке. Да, у нас уже сейчас, наверное, вечерние служения проходят, у вас только утренние. Я рад быть в Москве, рад видеть вас всех. И поделиться этой радостной вестью сегодня. Дорогие друзья, что может быть приятнее для христианина, как знать, что Христос воскрес? Знаете, я был свидетель такого случая. Дом молитвы подожгли. И горит ещё недостроенный молитвный дом в посёлке Эльбан Дальнего Востока. И сынок мой, который строил его там, плачет. Смотрит на это пожарище и плачет. И вдруг кто-то подходит к нему, обнимает ему и говорит, «Славик, Христос воскрес!». И это было утешением. Друзья, многолетний труд, постройки дома подожгли. И когда он пылал, было, кажется, всё потеряно. Но Христос воскрес. Это дозвалось радостью, и он утешился. Сейчас на этом месте воздвигли новый храм. Осенью будем освящать. Это гораздо лучше того, которого сожгли. Итак, мы верующие люди, дорогие друзья, мы празднуем всегда два праздника. Победу Христа – это воскресение Его. И хочется говорить и о том, и не забывать об обетовании Христа, что Он придёт скоро. Дорогие друзья, это обетование осталось, это истина осталась, непреложная истина, что Христос придёт. И это уже пришествие по всем признакам очень близко. Я хотел сегодня напомнить некоторые места Писания, поделиться с вами, дорогие друзья, нашим упованием, нашей надеждой и верой. И вот первое место – это послание соборной святого апостола Петра. Первая глава с 18 стиха по 21 он говорит такие слова. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы, а суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агонца, предназначенного ещё прежде создания мира, но явившегося последние времена для нас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мёртвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога». Братья и сёстры, как не радоваться нам, когда вот такой отрывок нам повествует о том, что это искупление совершилось не какими-то мирской ценностью, а совершилось это великое искупление кровью агонца, непорочного чистого агонца. Он был непопулярен в этом мире Христос. Он как-то выразился так в своей месле к своим братьям, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о Нём, что дела Его злы». А вы думаете, за две тысячи лет они стали лучше, дела этого мира? Они добрее стали? Или мы лучше стали? Дорогие друзья, «И Бог воскресил Его из мёртвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога». Слышите, что Бог подарил нам через воскресение Иисуса Христа? Веру и упование на Бога. Знаете, вера – это та рука, которая берёт от Бога всё. По вере мы всё получаем. Спасение по вере. Получаем все Божьи благословения по вере. Сам Бог в нас вселяется по вере, и Дух Святой даётся нам, мы берём это всё рукой веры. Это надёжный фундамент жизни. Мы называемся верующими людьми. И чтобы мы имели веру и упование на Бога, Дорогие друзья, на кого уповаем мы ныне? В этот трудный период, когда мир весь встревожен. И я вам скажу, не столько кризисом встревожен мир, как встревожен тем, что скоро ждёт он мира правителя своего. Он ждёт того, который обещает им царство на земле. Ждёт. И мир встревожен. Верующие люди должны иметь упование живое на Бога. Чтобы мы имели веру и упование на Бога. Братья и сёстры, молодёжь дорогая, вера и упование – это драгоценные два рычага, которым христианин действует. Второе место, которое хотел напомнить, дорогие друзья, что в послании к римлянам в 6 главе 4 стих написано так, «Итак мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ребрай, сёстры, Христос воскрес не только для того, чтобы нас спасти, а чтобы и нам ходить в обновленной жизни. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь, и в этой обновленной жизни повелено нам ходить в обновленной жизни, не в своих расчётах и в своей жизни, но в жизни Христовой, в жизни, предписанной нам священным писанием. И вот, дорогие друзья, имели веру и упование на Бога. Я хотел сегодня немножко соединить воскресение Христа с Его славным вторым пришествием. О втором пришествии весь Новый Совет гласит. Вы знаете, когда я читаю послание фессионатийцам, первые послания, каждая глава повествует, что он придёт. Спаситель явится, Спаситель при дверях. Он, дорогие друзья, уже слышен голос Дня Господнего. Господь уже грядёт, можно сказать, за Свою церковь и невестую. Признаки пришествия налицо. И вот апостол пишет послание Коринфина, второе послание, пятая глава, с первых стихов, такие слова. «Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и восстыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Вот на это местописание хотел немножко обращать сегодня внимание, «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Братья и сёстры, давайте подумаем на эту тему, радуемся победе Христового Воскресения, но как мы готовы Его встречать? Как готово христианство многошерстное сегодня встречать Христа? Много такое различное, пешное, богатое христианство, как оно готово встречать Христа? Как часто, дорогие друзья, один звон монеты, а личного Христа нет в жизни, многих конфессий, многих христиан, дорогие друзья, как далеко оно от нас, от многих, только бы нам и одетым не оказаться нагимы. Слушайте, какое серьезное предупреждение сегодня каждому, чтобы одетый, думающий человек, что он одетый, не оказался нагим. А как это может быть, дорогие друзья, да, как это может быть, что вдруг человек одетый, а оказался нагим? Ангелу Ладыкийской церкви напиши, третья глава Откровения, Господь, Спаситель Иисус Христос говорит, Ангелу Ладыкийской напиши, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастный, и жалок, и нишч, и слеп, и наг. Слышите? Чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Период Ладыкийский характеризуется богатством и одновременно наготой. Украшены купола многим золотом, украшены храмы многолюдные, да, а, дорогие друзья, души и сердца людей обнаженные. Как мы получили одежду. Как мы оделись, дорогие друзья, мы оделись в праведность Христову. Его воскресение, смерть, победа дали нам эту святую одежду праведности. Всякий верующий, покаявшийся перед Богом, принявший святое водное крещение по вере, получивший возрождение свыше, он одет. Его Бог одевает. Мы по нем гимн такой, дали в рубищах мы бедных, ныне мы богаты в нем. Круг сокровищ заповедных он нам даст в раю своем. Одели. Сколько радости, когда одевает нас Христос в своей одежде праведности. Все наше уходит прочь, нас Христос одел в одежды праведности, дорогие друзья. Читаю книгу пророка Исаии, 61 главу, 10 стих, написаны такие слова. Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждую правды одел меня, как жениха, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Видите, что сделал Бог при нашем рождении свыше. Верующий человек одевается, он получает эту одежду как жених и как невеста, светлую одежду, чистую одежду, непорочную одежду. Но есть такая песня христианская, иные пожелали ее поисправлять, чтобы небесной форме земной фасад предать. Небесной форме многие хотят ныне земной фасон предать. Братья и сестры, тревожное время мы живем. И очень такое, когда христиану надо напряженно следить, чтобы он одетым не оказался нагим. А как может это случиться, дорогие друзья? в том, что мы верую в Иисуса Христа, получив эти одежды праведности, входим во второго Адама, то есть Христа, в его праведность. Но если продолжаем жить жизнью старого Адама, если продолжаем жизнью жить мирской, человекоугоднической жизнью, а она сопряжена с грехом, тогда наша одежда уходит, и мы становимся раздетыми, мы становимся нагими, как ладыкийцы. Он оказался нагим. Ладыкийец, не думая того, ангел, ему такое ты наг. Другие братья и сестры, пусть это будет сегодня кажется в такой радостный день, и все же таки тревожно несколько. А почему я вам скажу? Потому что в этот день, когда Христос встретил после семи дней на восьмой день учеников своих всех одиннадцать вместе, тот к одному он обратился из них и сказал, не будь неверующим, но верующим. 20 глава Иоанна, 28 стих, не будь неверующим, но верующим. Как скорбно было Христу, но надо было сказать этому скорбящему ученику, который так категорически заявил, если не увижу ран от гвоздей на теле его, не поверю. И только они собрались все, через запертую дверь заходит Христос и говорит, мир вам, Фома, подай руку твою, вложи в ребра мои, подай персты твои, посмотри на раны мои, и не будь неверующим, но верующим. Братья и сестры, возможно, сегодня многим так называемым верующим надо сказать, не будь неверующим, но будь верующим. Сегодня я рассуждал на такое местописание, апостолы по воскресении Христа исцелили больного. Он был от шлема матери хромой и исцелили его. Он стал бегать и прыгать. И вопросы, а какой силой вы это сделали, каким знамением, каким чудом? И Петр отвечает, Деяние Святых Апостолов 3, 16, 3 глава, 16 стих, и ради веры во имя его, имя его, исцелилось его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление пред всеми вами. Как много у нас сегодня больных, а он дал нам веру и упование на Бога. Дорогие друзья, и сегодня Господь говорит не только Фомей, но и многим из нас, не будь неверующим, но верующим. Как-то, дорогие друзья, я провел беседу с нашими подростками на что обещано верующему человеку, что Бог обещает человеку, который верует в Него. Дорогие друзья, мы удивились как много обетований Господним верующему человеку. Он и не судится, он перешел от смерти в жизнь, он имеет Царство Божие, верующий человек. Поэтому, друзья мои, мы должны себя проверить и одежду сегодня свою. Апостол Иаков говорит так в своем послании 3.14.16 А если вы в вашем сердце имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь на истину и не лгите на истину. Это не есть мудрость сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Видите, раздетый человек. Раздетого показывает апостол Иаков, если вы имеете в своем сердце горькую зависть и сварливость, что предлагает Писание? Нам нужно пройти уже даже людям, которые приняли Христа когда-то, а живут жизнью земной, операция предлагается. Братья и сестры, в Слове Господнем, для того, чтобы иметь победную жизнь, предлагается операция. Эту операцию предложил колоссинам апостол Павел в 3 главе. Он говорит 9 стихом «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу составшего его. и так облегитесь как избранные и святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрые, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобы, как Христос простил вас, так и вы более же всего облегитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство и довладечествует в сердцах ваших мир Божий». Братья и сестры, одежда. Вот написано «совлечься, раздеть старую одежду». А что она? Где ложь, где неправда, неправда жизни, неправда мыслей, неправда поступок. «Совлечься». То есть раздеть, снять эту одежду. Эта операция происходит, и Бог предлагает, смотрите, какую чудную полноту нам это одеться. Сегодня Господь христианину говорит «Оденься, скоро тебе встретить Господа». А как ты предстанешь раздетой? Как избранные Божии, святые и возлюбленные. Смотрите, как называет Писание детей Божьих. Избранные Божии, святые и возлюбленные. Оденьтесь в милосердие, благость, смирено-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобы, как Христос простил вас, так и вы. Братья и сестры, кто не хотел бы такой одежды? Кто бы не хотел, чтобы действительно, как христианин, ожидая Христа, предписывается ему такая чудная Божия одежда, чтобы он был одетый и чтобы нам и одетым не оказаться нагим. Так предлагает Слово Господне. Что значит облиться, одеться? Посмотрите, апостол Павел Кримленом в 13 главе 14 стихом нам так пишет. Но облетитесь в Господа Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти. Внимательно слушайте, попечения о плоти не превращайте в похоти. Облетитесь в Господа Иисуса Христа. Христианин должен обличен быть в силу Иисуса Христа, что сегодня очень мало наблюдается. Сила воскресшего, слава воскресшего должна сиять в христианине. Мы идем навстречу жениху, мы идем навстречу возлюбленному. Вы знаете, когда-то, может быть, так будет собрание, может проходить собрание, и в этот момент глаз Архангела трубы Божьей и Христос приходит за церковью. Тогда уже будет поздно сказать, подожди, Господи, я еще не поправил светильник, у меня запятнана где-то одежда, где-то я ее запорочил одежду и не успел очистить. Одежду, братья и сестры, так сегодня звучит к нам слово. Так звучит слово. Вы знаете, что прежде всего обнаружил Адам, когда согрешил? Наверное, кто читает Библию, все знаете, что обнаружил наш прародитель Адам, когда согрешил. До грехопадения на нем была одежда Божьей славы, Божьей святости, такая непроницаемая, что никто не мог ее как-то ликвидировать или нарушить эту одежду. Но вдруг грех проник. Грех проник. И Адам говорит, Адам Богу говорит, слушайте, что он говорит, я услышал голос твой в раю и спрятался, потому что я устыдился, потому что я наг. Я устыдился, потому что я наг. Когда я тут читаю и думаю себе, о, Адам, ты еще устыдился, а наши современные христиане, которые пританцовывают и приплясывают, они уже даже не стыдятся ноготы своей, они уже не стыдятся, а Адам еще устыдился и сказал, я устыдился, потому что я наг. А кто сказал тебе, что ты наг? Вопрошает Бог, кто сказал тебе, что ты наг? И не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Братья и сестры, хочу вам искренне сказать, был бы не искрен, если бы не сказал, что я понимаю в последнее время, что вот этот прибор, который во многих домах, телевизор, это дерево познания добра и зла. Я понимаю, что это дерево познания добра и зла. Вы познаете, будете слышать о добре? Сила не будет делать. Вы укусите зло, нет сила освободиться от него. Сила не будет освободиться от зла. Это дерево познания добра и зла. И Адам, когда от него укусил, оказался нагим, Но его положение еще как-то, может быть, выделяется от ладыкийца. Ладыкийец даже этого не замечает. Даже не видит, что он нагий, голый человек, обнаженный человек. Братья и сестры, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Каждому слову это звучит сегодня. Это не кому-то отдельно, каждому из нас звучат такие слова нашего Господа. Филиппийцам послание апостола Павла 3.9 написано так. «Найтись в нем, во Христе Иисусе, не своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере». Когда мы живем верою и упованием на Бога, Бог одевает нас чудной одеждой праведности. Дорогие друзья, и так хочется, чтобы сегодня, вспоминая победу Христа на Голгофе, Его воскресенье, поражение смерти, ада, поражение в голову змея, мы могли думать и о нашей одежде, должны думать о своем хождении пред Богом. Ночь прошла, а день приблизился. И так, дорогие друзья, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. В Слове Божьем написано так, в Откровении 6, 11. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время». Это те, которые пройдут через дни скорби, будут тоже так. Дорогие друзья, предстать они иначе перед Богом не могут, как только в белых одеждах. В Откровении 7, 14 гласит так. «И начав речь, один из старцев сказал мне, «Все облеченные у белой одежды кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». Он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, они умели одежды свои и убелили одежды свои кровью о конца». Амели и убелили одежды кровью о конца. Ныне эта кровь еще говорит. И говорит лучше Авелевой. И я бы хотел, дорогие друзья, чтобы все мы серьезно позадумались. Уже голос дня Господня стучит. И апостол Петр пишет в своем послании в 2-м, 3-й главе, «Придет же день Господень, как тать ночью. Тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят». А потом Писание говорит, «Ожидая сего, ожидая пришествия Господня, почтитесь явиться перед Ним непорочными и неоскверненными в мире. И долготерпение Господне, почитайте своим спасением». Прочитаю еще один стих, и мы будем молиться, дорогие друзья. В Откровении 16-15 написаны такие слова. 16-я глава, 15-й стих. «Се иду, как тать». Все знаете, что такое тать, да? Как вор. «Се иду, как тать». То есть неожиданно, внезапно, когда не ожидают. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». О, дорогие друзья, при радостном таком дне и у нас такие предупреждения сегодня. И как бы нам и одетым не оказаться нагимы. А если уже где-то запачкана одежда или сомнением, неверием, или падением каким-то, возвращайтесь к крови Агонца. А кто еще никогда не прибегал к этой крови святой, сегодня мы предлагаем, друзья, кто у нас есть еще не обращенный к Богу, не получил этой одежды святой, вы можете получить ее. Господь ее дает даром, как на жениха и на невесту, обратиться к Богу в покаяние. Прийти, мы вам поможем, в кого есть решение, желание покаяться сегодня. Мы будем о вас молиться, чтобы Бог дал вам жизнь новую, одежду новую, а еще что, записал в книгу жизни. Знаете, как красиво, когда имя искупленного записано в книге жизни. Как-то Павел написал послание к филиппийцам 3-4 и говорит, «Ей прошу тебя, подвязайся в благовествовании со мною и с Климентом, и с прочими моими сотрудниками, имена которых в книге жизни». Имена которых в книге жизни. Братья и сестры, и друзья мои дорогие, Бог нам хочет дать спасение. Уже приготовил. Христос его великим страданием приобрел. Примите его даром, верую в Иисуса Христа. Да поможет вам в этом Господь. Святому Его именем мы поклонимся. Аминь. Церковный колокол поет Черковный колокол поет Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok